Ну что ж, а мы готовы двигаться дальше, и дальше у нас беседа с интересным человеком. Это основатель коллектива «Город-огород» Андрей Пташник. С чего начинают строить дом? С камнем. Откуда хочется поскорее уйти? Из дома. Как кричат пингвины? Громко. Андрей Пташник – основатель коллектива городских огородников «Город-огород». По профессии Андрей – менеджер проектов в энергетическом секторе, но два года назад увлёкся городским огородничеством. За это время молодой человек набрался знаний и опыта, и сейчас выращивает впечатляющий набор культур. Знает всё о том, как сделать стильные грядки у себя дома и получить с них урожай. Привет, Андрей, как говорила Ирина Аллегрова. Привет, Андрей. Привет. Андрей, мы не просто так тебя встречаем возле стола для игры в кикер, потому что мы проводим чемпионат шоу-подъём по игре в футбол в настольный. Сейчас ты сразишься с Лёшей до первого гола. Мы твой результат внесём в нашу таблицу, и тем самым мы определим, кто же не самое слабое звено, а наоборот, самое сильное звено, и кто победит у нас в чемпионате шоу-подъём. Окей, да. Первый гол с твоей стороны. Всё, играем на время. Если я забиваю, то мы вбрасываем. Зачем ты об этом рассказывал? Наша игра, наши правила. Ну, мы тут два часа, да. Наш так вот переделать всё. Итак, выбрасывание. Поехали. Опа! Опа, опа, опа. Я болею обычно за гостей. Андрей, Андрей. Давай дальше играем, играем. Лёша, ты как-то аккуратненько. Так, я могу всё подыгрывать, да? Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Так, 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 так. Так, футболисты и футболисты. Лёша, ну, успокойся. Успокойся. Лёша! 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 Не гаси человека. Так, я могу себя подыгрывать. Да, да, конечно. Стой, 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 стой. Андрей, давай, давай. Я Лёша она могу убрать, да? Давай, 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 давай. Вот, вот, вот. Копопов Judeo. Нарабряжённая игра. спасибо делали без женщины пойдемте пойдемте посидим андрей давно ты играл в kicker наверное когда мне было 10 а сейчас сколько тебя сейчас мне 35 отлично время побед настало да 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 рассказывай что ты нам принес за красоту андрей вообще коллектив городских огородников что это за организация огородников делят на индоры и аутдоры те кто на улице занимается огородничеством и те кто занимается огородничеством внутри помещений если дачники это больше на получение урожая там собрать побольше помидоров продать есть накормить семью то городские огородники это либо научный интерес какой-то либо попробовать что-то такое чего ты не можешь купить или вырастить на даче то есть как эти помидоры это вообще я их растил потому что мне я увлекся космическими программами по освоению марса венеры это значит что мы добираемся до какой-то планеты но окей мы добрались нам надо там закрепиться а чтобы закрепиться нам надо что-то там есть поэтому в принципе все космические программы направлены на то чтобы вырастить что-то в космосе что не такая простая задача и вот эти помидоры микротом самый маленький помидор в мире они были участником космической программы эдем которая проходила в 2015 году и вот их выращивали с целью того чтобы насажать как можно их больше маленьких и чтобы получать каждый день себе горстку помидоров чтобы космонавты могли есть андрей скажи пожалуйста все ли можно вырастить дома до дома можно вырастить абсолютно ребенка вырастила дом если можно вырастить ребенка дома то как бы с растений никаких проблем не должно возникнуть пальмы можно вырастить дома да да если высота потолка позволяют либо вы готовы в определенный момент ее куда-то переместить конечно же можно пальму и кокосы себе растить дома. И ананасы, и кокосы можно растить. Все растить. Баобаб можно растить. У моей сестры растет баобаб. Он в процессе, он пока такой маленький, с тремя листочками, но он баобаб. Картошку? Картошку тоже, да, растет дома? Картошку, да, можно растить. Только нужна телега навоза с ганем, чтобы к подъезду привезли. Не-не, это больше уже дачники, вот у них телега с навозом. У нас, в принципе, у городских огородников скорее больше прогрессивные методики. Мы пользуемся уже, да простят меня любители органики, пользуемся стимуляторами и различными минеральными удобрениями. Не простят тебя любители органики. Но как больше про это читаешь, это не так плохо. Это как, если человек увлекается спортом, это все равно, что не пить протеин. То есть если потом, допустим, помидоры отдать на какую-то экспертизу, они все нормально? Будут чище, чем у магазина. С грядки, да, чище. Потому что главное правильно понимать и как применять удобрения. Если прям вот их бездумно туда сыпать, лить, то нет, конечно, ничего хорошего из этого не выйдет. А если им давать строгую дозировку и определенные удобрения, то есть определенный класс нитратных удобрений, они вымываются. В принципе, они их съедают быстро и перед сбором урожая ты просто их оставляешь на несколько дней поголодать без удобрений, и они съедают весь свой запас, и они абсолютно чистые. Ничего там нет. А урожай собираешь круглый год? Да, круглый год. То есть чем хорошо городское огородничество, ты, в принципе, не привязан к никакому сезону. Если дачники надо вот успеть к какому-то сроку что-то высадить, то, ну, в городском огороде таком узком, тот, который в квартире, ты не привязан никаким временным рамком, ты можешь в любое время посадить, потому что квартира, ну, по сути, такая небольшая тепличка у тебя, ты можешь и свет оборудовать, досветку какую-то, и, если уже руки не для скуки, поставить какой-то регулятор времени и прям четко следить, чтобы включалось-выключалось освещение и без проблем. Ну, то есть все равно нужно определенные условия создать. Я и хотел спросить, да, зимой световой день гораздо короче. Да, да, да. Все-таки зимой нужны лампы. В принципе, берете любую лампочку, LED-лампу либо люминесцентную максимально холодного цвета, и им этого будет достаточно. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл, и у нас в гостях сегодня основатель коллектива «Город-огород» Андрей Пташник. Андрей, скажи, пожалуйста, сколько нужно отводить метров в квартире, чтобы поместить огород? В принципе, если хватает места для маленького горшка, то все, вы уже огородник. Дальше уже зависим от амбиций и целей, которые ставит перед собой огородник. Ну, я бы не советовал никому начинать прямо вот с таких огромных масштабных порядок. С чего-то малого, с чего-то простого, например, вот с мяты начать, получить какой-то позитивный опыт, и потом дальше уже потихонечку углубляться в эту тему. Если зацепило, если стало интересно. Потому что мята — это вообще все очень просто. В магазин заходите, смотрите, чтобы это была свежая срезка, срываете с нее два-три листочка между узле в воду, чтобы повернее было. Она там три-четыре дня постояла, корешочки выпустила в землю, все, у вас уже от мяты, не избавитесь на подоконнике никогда. Андрей, скажи, пожалуйста, работа городского огородника — это каждодневный труд, или ты можешь тебе позволить выехать на отпуск и оставить своих питомцев одних. Нет, он не отходит от помидоров. Сидит над ним и считает, что бы саранча одни напала. Ну, слушай, мало ли... Не, на самом деле городские огороды — это еще технологии, которые позволяют в принципе тебе что-то автоматизировать. Если прямо не привлекать супер какие-то автоматические поливы, то можно помочь себе, например, горшками. Вот такие горшки существуют для городских огородников. Это с двойным дном горшок. То есть сюда заливается вода, это водопроницаемая стеночка. И все, сюда заливается субстрат, и стоит ваше растение, вплоть до 28 дней оно может автоматически поливаться через эту стенку. Ну, в зависимости от температуры, которая вокруг него. То есть без проблем вы можете отлучаться. Либо вот такие горшки с нижним поливом. Их тоже, в принципе, на несколько дней можно оставить без проблем, без присмотра. У него в чашечку наливается сюда вода, здесь у него фитили, которые поднимают воду в субстрат. Он прокачивается полностью через всю землю, возвращается вниз, водообмен, без проблем. Вы уезжаете на шашлыки, в отпуск, и у вас все поливается, все растет. А что вот можно посадить таким нетерпеливым людям, кроме трав, что-нибудь такое неприхотливое, как рыбки и гупешки в аквариум? Бао-баб, чтобы собирать какие-то плоды. Чтобы было интересно. Ну, стоит выделить сначала для себя и начать с карликовых растений. Найти для себя какой-то интересный сорб, перца, либо вот таких помидоров. Вот этот микротом тоже отлично растет, за ним никакого ухода, никакого присмотра. Вот с утра просто пальцем нормально, нормально, ты все хорошо, братан, я пошел. или перец есть тоже карликовые, они примерно до 35-40 сантиметров в высоту, полив, и у вас 3-4 перца таких своих, домашних будет. Но тут опять же, помните цель, если есть какой-то научный интерес, потому что, в принципе, с растениями можно проводить интересные эксперименты, их можно пересаживать на корни, на разные, можно срезать помидор и пересадить на корень баклажана, а ну все, все, ты хирург, я у мамы хирург. Если там такие манипуляции неинтересны, можно, гастрономическую тему можно развивать, можно почитать какое-то блюдо из ресторана топового, посмотреть, какие они используют ингредиенты, и эту семечку без проблем вы закажете, привезете, себе воткнете в землю, она вырастет, и вы сможете приготовить у себя дома, вам не нужно будет куда-то лететь, там, в Данию, в ресторан Номо, платить 500 долларов за ужин, вы у себя купите эту семечку, посадите, вырастите этот классный помидор, приготовите свой салат или запечете его. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл, и сегодня у нас в гостях основатель коллектива «Город-огород» Андрей Пташников. Андрей, ты же занимаешься выращиванием растений, верно? Дерево когда-нибудь выращивал? Выращивал, да. И сейчас мы тебе предлагаем сыграть с нами в игру, которая называется «Семейное древо». Тебе за минуту надо будет составить генеалогическое древо семьи Рюриковичей. Ты обычно же выращиваешь другие деревья, сейчас мы тебе предлагаем сделать немножко, знаешь, такой бум в твоей работе. На экране ты увидишь то самое генеалогическое древо. тебе надо будет запомнить кто, где, когда, почему, как, за кем, а потом воспроизвести уже на нашем шикарном планшете. Хорошо, надеюсь, он не разрушится. Готов? А тут ничего страшного, мы будем помогать тебе. Отлично. Итак, ты видишь? Да, вижу. Время на запоминание одна минута. Одна минута, она пошла уже. Да, Иван Брозный, Иван Третьев, Ирик, Олег, Игорь, Ольга, Владимир, Ярослав. Не сбивай, не сбивай. Так, Александр, Иван, Иван. Почти не повторюсь. Иванами просто. Иван, Иван, да, все нормально. Если бы они все шли, Иван, 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 это было бы вообще отлично. Ну, я парочку запомнил, думаю, что... Да? Справишься? Ну, давай попробуем. Попробуем. Итак, внимание, время пошло. Итак, время пошло. Я буду тебе помогать. Да, Олег. У меня друг Олег. Надо будет у него спросить, да, из Рюриков он... Вот тут Рюрик. Как же без Рюрика? Можно перец так называть, Рюрик. Да, да, а то они у меня все, Федоры. Там где-то была Ольга. Точно, была Ольга. Но был еще Иван. 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 Иван, который грозный. Грозный, да. Хорошо. Я помню, был где-то еще Иван, который был третий. Ну, где-то он был и был. Ольга подсказывает. Так, Ольга. У нас Ольга... Девятая, пускай будет девятая. Девятая Ольга. Хорошо. Вот так. Александр Невский. Куда? На какой? Восемь. Восемь. Хорошо. Вот так. Игорь. Пускай будет. Игорь. Хорошо. Вот. Девять. Отличная вода. Вот так. Вам нужно дополнительное время? А то уже подходит. Уже закончилось. Уже закончилось. Не надо. Иван третьим. Мы только нашли Ивана третьего. Мне кажется, мы сейчас смешали все эпохи, поэтому у нас все хорошо. Ярослав Мудрый. Он, конечно, должен идти с Иваном. Номер три. Отлично. И Владимир Мономах. Хотелось бы поставить вверх, но четыре осталось. И Дмитрий Донской. Дмитрий. В центр. В центр его пришпандориум. Хорошо. Боюсь, что все эти люди сейчас как бы где-то перевернулись, потому что они прожили в разные эпохи. Все. Готовы, да? Проверим, да? Неплохо. Я бы и то не сделал это сложное задание, на самом-то деле. Мне кажется, ты просто вырастил свое их генеалогическое древо. Да. Мое дерево ращу по своим правилам. Да, почему нет? Мы вернулись в студию шоу Подъем на телеканале ТНТ Интернешнл. И сегодня к нам в гости пришел основатель коллектива «Город-Огород» Андрей Пташников. Андрей, расскажи, пожалуйста, вот про растение, которое цветет фиолетовыми цветами. Это, интересно, перец боливийская радуга. Когда он созревает, сейчас он в процессе, он свои перчики раскрашивает в разные цвета. Он идет от фиолетового, оранжевый, красный, зеленый, желтый. То есть, в какой-то момент он становится прям такой супер разноцветный. и когда только он начинает цвести, пыльца у него дает такой свежий арбузный аромат. Прямо по квартире стоит, он чувствуется. Я, когда в первый раз его посадил, домой пришел, открою дверь, и так, откуда арбузом так пахнет? И потом как-то подошел, смотрю, так это же ты, мой перец, так пахнешь. И он достаточно острый, то есть, он не декоративный, одного такого перчика достаточно на ужин для семьи. он делает прям такой чувствительно острым любое блюдо. А что это за олеечки, вот эти вот поливалочки, что это? Это арсенал огородников. Если у дачников это прям такие канистры, они ходят, там накачивают, опрыскивают, то городскому огороднику в принципе достаточно вот такой мистера, это создатель тумана. слегка опрыскивать с утра по листу растения влагой, создавать влажность, либо можно добавить сюда какие-нибудь удобрения, стимуляторы и удобрять это все по листу. И к вечеру у тебя уже вырос вкус. И вечером уже в два раза больше. И все вот эти удобрения просто в наших садовых магазинах продаются, или нужно заказывать? В большинстве нужно заказывать. Что-то здесь у нас продается, без проблем можно купить то, что для земли. Андрей, а можно я попширить? Конечно, конечно. Это не страшно? Это не страшно, да. Все выживут? Все выживут, все... Я тоже, да? Да, да, да. Чистая вода, все привыкли к этому, все будет нормально. Удобрения... Хозяин, хозяин. Это просто леечка? Это просто леечка. Нет, это золотая леечка. Ну, тоже просто поливаешь, да? Просто поливать, да. Ну, как я и сказал, это... Ты живешь со всем этим, и поэтому что-то уже ищешь под себя, что тебе нравится. Ну, чисто эстетически и приятное, да? Да, да, да. Чтобы было приятно ее в руку взять, приятно было поливать. То есть, если что, то это может быть просто пластиковый кишечек. Конечно, конечно. Или в руках принесли. Да, да, прям вот из-под крана. Либо можно растение просто под кран, под пил. Или во рту, да, вместо вот этой пшикалки, да? Да, да, да. И ты весь день в пределе просто. Да. Садишься 50 горшков помидоров и ходишь ртом поливать. От этого есть такой миф, кстати. На балкон. Да, какой-то миф ходит в интернете, что если ты хочешь связать свое ДНК с растением, ты обязательно должен садить семена из своего рта. Ты должен их-то положить себе в рот, подержаться своей слюной. Оно свяжется с твоим ДНК, и ты потом поплюешь в горшок, и оно прям будет супер для тебя. Мне кажется, это бабули придумали, да? Ну вот, да, да, да. Андрей, а что ты скажешь на тему такого мифа? Например, если у тебя не растет дома ничего. Вот, например, у меня ничего не растет. Кактусы, все. А у тебя дом есть? Да. И говорят, что это не очень хороший человек. Это правда? Все неправда. Спасибо. Все неправда. Это значит, нету горшка с нижним поливом, либо вы, наоборот, очень заботливый хозяин для своего растения. Потому что основная ошибка вот у начинающих народников... Гиперопека, да? Гиперопека, да. Это перелив. Это значит, что вы очень заботливый человек. Нет, сколько я пью, я ему тоже столько даю. Вот, да, ему столько не надо. Ему столько не надо. Чтобы избежать вот таких ошибок, то либо это горшок с дренажом, когда есть дырочки внизу и лишняя влага может стекать. Либо вот такие горшки, которые кашпо, у них нету таких отверстий снизу и воде некуда деваться. Но вы можете вот такая хитренька огородников сделать небольшой уголок, оставить, и через него вы будете видеть, собирается там влага, не собирается, и она будет через дренаж вам таким индикатором. И уже прям, если вы перестарались, можете потихонечку слить эту водичку и потом, пока она не уйдет, больше его не поливать. Как здорово. Основные такие секреты городских огородников. Андрей, спасибо тебе большое, что ответил нам на наши каверзные вопросы. И спасибо, что сегодня пришел к нам в гости и показал всех своих подопечных. Питомцев. Питомцев, да. Малую часть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!